МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Сегодня, на что мы все-таки здесь? Нас долго не хотели сюда пускать. Отвоевали это место. Сегодня у нас доклад-митинг уже восьмой. Сегодня у нас два доклада. Сегодня у нас игровой день. Мы сочетаем мультимедийно-миллионные доклады. Первый докладчик Глеб Скрипников, наш студент. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о том, как с легкостью и без особых усилий разрабатывать мультимедийные приложения или игры в помощи такой замечательной библиотеке, как SFML. Итак, порой каждому программисту приходит такая мысль в голову сделать какое-то интересное приложение с какой-то интересной графикой. Будь то это приложение, нестолкное просто с каким-то интересным интерфейсом. Будь то это приложение, будь то это какая-то игра и так далее. Но мы сталкиваемся с такой ситуацией, что не всегда хватает знаний, не всегда хватает времени заниматься всем этим делом, разбираться в компьютерной графике, разбираться в том, что там, допустим, OpenJ, GbE, Windows и так далее. Не всегда хватает возможностей. И в результате. Ну, допустим, вот я начинающий программист, хочу сделать круто игру. Есть какая-то у меня задумка, есть у меня куча энтузиазма и так далее. Ну, допустим, что я хочу сделать, в принципе. Что-то такое красочное, интересное. Много задумок, множество всего. Но, исходя из моих знаний, исходя из всего того, что я пока что, допустим, изучил за тот первый курс, у меня получается только такое. Ну, и с этим, собственно, надо что-то делать. И, в принципе, передо мной, своими товарищами на прошлом курсе встала такая задача, что надо делать курсовой проект по C++, но мы хотели сделать его каким-то запоминающимся, интересным, но с текущими знаниями, в принципе, разработки только консольных приложений такого не получилось бы. И мы стали думать, каким же образом эту ситуацию решить. Начали копать какие-то библиотеки и так далее. И пришли, собственно, к такой библиотеке, как SFML. Итак, что это вообще такое? SFML расшифровывается как Simple and Fast Multimedia Library. То есть, простая, быстро мотивление библиотека. На ее освоение, в принципе, на освоение всех ее основ, самое главное, у нас ушло, ну, один день буквально. На следующий день мы уже могли делать что-то такое, ну, уже что-то делать, в принципе. Понятное дело, чтобы ковырять ее глубже, надо было углубиться еще дальше, надо было еще больше времени это занимало, но, тем не менее, за один день мы смогли уже что-то, что-то для себя новое узнать в работе с 2D-графикой, хотя с 2D-графикой, в принципе, и вообще с графикой мы не сталкивались никогда до этого момента. Итак, в принципе, что эта библиотека позволяет? Во-первых, работать с 2D-графикой, она нацелена именно на это, то есть, разработка каких-то приложений с каким-то интересным интерфейсом или разработки каких-то 2D-игр, там, инди-игр каких-то, вот любые платформы, в принципе, отлично, эта библиотека очень хорошо подойдет. Также она походит для работы с аудио, для работы с какими-то сетевыми возможностями, ну, и для обработки событий. Ну, тут видны спины, какие игры, в принципе, что сделано на SFML, какие-то пазлы, какие-то платформеры и так далее, это именно из игр. Тут плохо видно, ну, в принципе, какая-то RPG, что-то такое похожее, что-то непонятное, ну, тоже можно сделать, в принципе. Ну, и сейчас я покажу, в принципе, что мы с нашими, так сказать, с товарищами, у нас тысяча урека было, и что мы сделали, ну, за меньше, чем за месяц, на этом, собственно, на этой библиотеке SFML. Так, сейчас я запущу. Ну, в принципе, вот, без особых знаний, со знаниями только C++, мы вот смогли, в помощи SFML, сделать что-то вот такое похожее, ну, похожее на RPG, что-то непонятное. ну, это на самом деле только движок, понятно, локация, какие-то бочки стоят и так далее. Но, тем не менее, на SFML буквально вот, абсолютно, не знав самой сути компьютерной графики и так далее, не знав каких-то там, вот вещь. Можно, конечно, делать и делать это дело, но, тем не менее, с нашими, на тот момент, знаниями, это был такой большой прорыв, так как, кроме консольных приложений, мы, в принципе, ничего и не могли. А при помощи этой библиотеки мы смогли сделать уже, ну, что-то такое более осмысленное, более интересное. Итак, дальше. Какой состав библиотеки и из чего, в принципе, она состоит? Состоит она из пяти модулей. Некоторые модули не зависят друг от друга и мы можем эти модули использовать отдельно от всей библиотеки, в наших мультимедийных приложениях. Ну, самый первый модуль, модуль графикс. Он основан на OpenGL и предоставляет легкий доступ, в принципе, ко всем этим графическим функциям и так далее. Например, создание 2D-объектов без проблем делается буквально вызовом одной функции. Нам нужно создать, допустим, прямоугольник. Мы так и говорим, создать прямоугольник. Мы не копошимся с координатами, с векторами и так далее. Мы просто создаем прямоугольник, например. Далее, загрузка текстур, соответственно, наложение текстур на эти 2D-примитивы без проблем делается. Опять же, отображение текста, это понятно. Трансформирование объектов, допустим, так как в том же OpenGL, не нужно знать никаких матричных преобразований и так далее. Просто мы вызываем метод протейт, все, мы его, так сказать, крутим, там, скейл, мы его там увеличиваем и так далее. Все это делается легко и просто, в принципе. Далее, ну, главное это все дело поддерживать шейдеры. Если мы, если человек уже знакомился с NGL, например, и умеет писать свои шейдеры на NGL-SL, то без проблем они могут подключиться к нашему приложению. Ну и управление камерой, особенно это актуально выиграть, в принципе, удобная функция для управления с камерой. Например, мы можем простыми действиями сделать, допустим, разделить экран на две части, как это, допустим, на два игрока. На одном что-то происходит и на втором. Без проблем. Далее, модуль аудио. Модуль аудио основан на OpenGL в библиотеке и что он позволяет? Во-первых, он позволяет воспроизводить звуки и музыку. Ну, понятное дело, сам этот модуль мы можем использовать отдельно от всей библиотеки. Допустим, в нашем ITM-дейном приложении нужно использовать только звуки и музыку. Все, в принципе, больше нам никакие энергетические новшества, так сказать, не нужны. Мы используем только один модуль. Ну, понятная идея, запись звуков, работа с аудиопотоками, делается все быстро и легко и имитация 3D-звука, так как все это дело основано на OpenGL, без проблем. Может понадобиться, в принципе. модуль Network позволяет без проблем работать с сетевыми возможностями в нашем приложении. Первое, что он позволяет, это работать с сокетами, не вдаваясь какие-то подробности всего этого дела. Создаем, подключаемся, не задумываясь обо всем этом. Ну, обмен пакетами, понятное дело, позволяет нам делать HTP-запросы на какой-то веб-сервер без проблем. И, конечно же, работа с FTP. Допустим, наше приложение должно подгружать, динамически подгружать какие-то там ресурсы из сети или оно должно как-то обновляться. Опять же, к FTP без проблем с этим модулем. Далее у нас идет модуль System. Первое, что он делает, он отвечает за потоки. Так как сама библиотека вообще является просто подкормленный, используя, так сказать, многопоточность из этого модуля. Под каждую систему она реализована, понятное дело, своими средствами. Под Windows это WinAPI, под Windows там еще что-то, непонятно. Но, в общем, мы можем использовать многопоточность, использовать загрузку ресурсов без проблем, создавать свои потоки с ресурсами и так далее. Ну и управлять временем, то есть у нас минимальная единица времени в HTML это одна микросекунда, то есть это в принципе очень неплохо будет, так как, допустим, это будет актуально в играх, так как это будет, например, одна секунда, как минимальная единица времени, это будет очень мало, а тут без проблем. Ну и последний модуль, который отвечает, во-первых, за создание окна, за обработку событий, и также он поддерживает события с геймпадов, то есть в каждой игр, это будет очень актуально, без проблем, геймпадом не обрабатываем. Далее, какие же достоинствами обладают HTML перед конкурентами? Например, есть всякие библиотеки типа SDL, тоже довольно известные. Ну, например, ну, во-первых, по сравнению с тем же OpenGL, это простота и удобство ее использования. Сама библиотека является объектно-ориентированной, и, во-первых, это отвечает современным стандартам написания программ, ну, и, во-вторых, это просто многим это удобно, чем связываться с OpenGL, и так далее. В принципе, дело это тоже самое. Далее, библиотека является кроссплатформенной. Есть реализация под Windows, Linux, и OS X в данный момент, и также уже в следующем апдейте нам обещают поддержку iOS. То есть эта библиотека потихоньку переползает на мобильные платформы, это будет очень актуально, потому что делать всякие 2D-приложения, 2D-игры под мобильные платформы, это всегда интересно, в принципе, так что со следующего апдейта будет поддерживаться iOS, ну и далее уже анонсирована работа над реализацией под Android и под Windows Phone, в каком-то апдейте пока неизвестно, но будет это довольно в скором времени, потому что библиотека развивается очень быстро, так что ждать долго не придется. понятное дело, какой язык мы не используем, все, в принципе, подойдет для этого. Самая библиотека написана на AC++, но мы без проблем можем использовать ее и под C, и под языки семейства .NET, Ruby, Python, Java и так далее. За чем мы не пишем, в принципе, эта библиотека нам подойдет в любом случае. Далее, по производительности может тут как-то плохо видно, если сравнивать опять же с библиотекой той же SDL, то в некоторых ситуациях, SDL, в принципе, та же самая мультивидийная библиотека, она тоже позволяет нам работать с графикой, работать с аудио, обрабатывать события, но правда не позволяет работать с сетью, еще один плюс. Вот, ну и в некоторых ситуациях SDL проигрывает SFML, я не знаю, как вообще в общем, но в некоторых ситуациях вот такие вот вещи у нас происходят. Далее, что у нас, в принципе, еще для этого есть? Для SFML существует огромное количество расширений, которые можно взять на официальном сайте, на форумах и так далее. Ну, есть вот первые два расширения, они используются для создания интерфейс. Например, мы хотим сделать какое-то интересное приложение, допустим, под Windows, не, так сказать, не используя, не связывая с GDI, с GDI+. Без проблем это делается при помощи SFML и вот таких вот расширений. Также есть у нас расширение SFML при помощи которого мы можем проигрывать в нашем приложении видео какие-то и так далее. Ну и расширение SFML to Box2D. Box2D есть такой у нас физический движок, известен он тем, что используется, допустим, Angry Birds. При помощи этого расширения, допустим, мы можем без проблем подключить этот движок к нашему SFML-приложению, естественно, использовать и то, и другое. это будет очень неплохо. Расширений эти, в принципе, огромное множество. Также, в принципе, на форумах, на форуме этой библиотеки есть куча разных мультилит, небольших плагинов, к ней, с помощью которых мы можем облегчить жизнь и какие-то задачи решать гораздо быстрее, гораздо удобнее. Далее. Сейчас я покажу небольшой каркас, каркас игры на SFML, будет он на C++. Как это просто делается, как мы несколько строк буквально создадим уже какой-то каркас, после чего я этот каркас уже продолжу и покажу, в принципе, с какой легкостью делаются какие-то небольшие игры. Далее. Назад. Ну, первое, что мы делаем, создаем окно приложения, здесь у нас такой объект RenderWindow, создаем окно приложения, задаем ему размер Pixels, задаем какой-то caption и без проблем задаем framerate. Ну, framerate это очень важная вещь, в принципе, если мы не будем задавать нашим приложением framerate, оно будет вести себя нестабильно, так сказать, ну, если я как бы лечу где-то в игре, понятная идея, оно будет вести себя нестабильно, где-то будет быстрее, где-то будет медленнее, тут при помощи создания делает наше приложение по крайней мере более стабильным, так сказать, ну, и делается при помощи всего лишь одной функции. Далее. Далее мы создаем главный цикл, главный цикл это сердце нашего приложения, сердце нашей игры, так сказать, потому что все действия, абсолютно все происходит в главном цикле, это и обработка событий, это и какая-то логика, это и рендеринг всего контента, который находится в нашей игре, собственно, все происходит именно там, поэтому без этого никуда не обойтись, никак не обойтись. Далее мы должны в этом цикле как-то обрабатывать события. Без проблем мы создаем объект класса event, в этот объект все автоматически записывается, и после чего мы в цикле просто достаем из очереди событий, все события, которые, в принципе, пришли нам в этот объект, и после чего их обрабатываем. после того, как мы обработали события, прошла какая-то игровая логика, мы должны очистить экран, собственно, от прошлого контента, отрисовать новые объекты в их новом положении, в новом ракурсе, и так далее, и после чего отобразить. Вот такой вот, в принципе, несколько строк, так сказать, скелет нашего приложения, и сейчас я покажу, что еще можно добавить, чтобы уже получилась какая-то небольшая игра. Игрой это будет сложно назвать, но тем не менее, как просто разрабатывать игры с этим самым S-Final. Для начала я открою скринер. Здесь видно, да, видно. Так, вот у нас этот каркас, который я показывал на слайдах. Тут только изменен фреймрейт, допустим, и размер этой экраны. Теперь, ну, допустим, я это все дело запущу. Ну, видим просто обычный черный экран. Ничего интересного. Надо что-то добавить. Ну, допустим, у меня в папочке с этим проектом есть такие вот здесь. Есть, допустим, картинка для фона. Такая вот, например. И какой-то вот такой чувак, которого мы поставим туда и будем как-то управлять по этому веграунду. Итак, для начала мы должны создать обычный прямоугольник. Обычный прямоугольник для того, чтобы наложить на него текстуру нашего веграунда и соответственно, отобразить его. Будет он больше, чем наше окно по ширине. Далее мы должны создать вот у нас создался прямоугольник размером 1920х408 спицей. Далее мы должны создать загрузить текстуру для него. Так вот, например. Для этой текстуры вызвали метод, чтобы загрузить его. после чего эту текстуру применяем к нашему веграунду. Поставить текстуру. Все. Передаем туда эту текстуру. И после чего сам этот веграунд надо отобразить. Делается это здесь. Сначала у нас очищается экран, после чего мы в объекте window вызываем метод draw и адресовываем наш веграунд. Запущу. Что у нас получилось? Уже получился какой-то фон на нашем приложении. Такая штука. Дальше. Дальше разместим на нем кого-то персонажа, чтобы в дальнейшем им управлять. Для этого опять же создаем обычную прямоугольную область размером 50 на 50 пикселей. После чего загружаем на нее текстуру. Загружаем ее. выбираем название. Опять же применяем эту текстуру к нашему чуваку, которого мы создаем. Выбираем текстуру. И после выставим этого чувака у нас посредине экрана где-то сделаем так. Set position и поставим его экран на 640 на 408 и поставим на 320 на выточнение вот так. Поставим его на 320 на 240 и таким образом. Ну и естественно тоже его отрисуем. Ну и вот от чего у нас здесь появился. Теперь каким-то образом надо им управлять. Для этого у нас существует обработка событий вот в этом цикле. Ну и в принципе начнем это делать. Для начала нам надо узнать нажали пользователя какую-то кнопку. Без проблем. Достаем из этого объекта класса event тип нашего события. Например то, что клавиша была нажата. И после чего там же выясняем какая именно клавиша была нажата. Узнаем вход нашей клавиши. Например клавиша вверх. up. И после чего когда мы нажали на клавишу up надо отреагировать. Переместим нашего персонажа при помощи метода move на 10 пикселей в бег. Вот таким образом. Все. Прокопирую это дело для остальных четырех клавиш. Для клавиши down left и right и соответственно поменяю координаты таким образом и что у нас получается получается что мы уже нашего персонажа можем двигать такими нехитрыми действиями. Пока что получается так что он выходит за пределы экрана. В принципе неинтересно. Надо поставить на него сфиксировать на нем камеру чтобы эта камера двигалась вместе с ним. в принципе сделаем сейчас это и сделаем. Для начала создаем объект камеры задаем центральную точку ее то у нас середина экрана задаем размер собственно этой камеры то у нас есть размер экрана после чего эту камеру мы должны перемещать с каждой итерацией нашего цикла за персонажа для этого мы выставляем ей центр выставляем ей центр по x она будет двигаться за нашим персонажем таким вот образом берем позицию позицию только по x а по y оставляем то же что и было это 240 x и после чего нам надо нашему окну задать эту камеру собственно метод set view и выбираем нашу камеру запускаем делом и теперь получается такая ситуация вверх вниз он двигается камера не двигается а когда он двигается в боках соответственно камера двигается за ним получается вот такая интересная вещь ну понятное дело это делать это можно долго и долго понятное дело нужна анимация нужны столкновения и так далее сейчас я показал просто простой пример как все это делается дальше покажу я например приложение под windows сейчас вот есть у нас такая вещь в принципе ничего такого особенного просто в чем заключается суть в том что мы можем использовать то же самое с fml допустим в приложениях написанных navi napi если мы хотим приделать какую-то графику мы можем соответственно не использовать gdi gdi plus использовать sml в котором делается все довольно просто и легко вот вот гео-часики в принципе как это делается мы просто создаем 4 стрелочки опять же 4 обычных прямоугольника создаем окно это окно мы привязываем к нашему статику которое находится на нашем приложении и после чего эти стрелочки таким вот образом просто сначала задаем какие-то размеры позицию и так далее после чего просто в цикле эти стрелки ниже вот здесь в цикле эти стрелки просто меняют свое положение в зависимости от времени мы выставляем мы выставляем также вот здесь мы выставляем нашему приложению премьерейт в один кадр чтобы оно обновлялось каждому один кадр каждую секунду как часы также тут мы загрузили например чуть ниже тут мы загрузили шерифт какой-то для нашего цифроблата этот же шерифт отобразили потом и получилась у нас такая вещь в принципе во многих ситуациях намного удобнее использовать чем например у меня была ситуация когда у меня делал аудиоплеер мне нужно было достать из тегов mp3 файла достать оттуда картинку и эту картинку отобразить на а-плеере при помощи gd-plus точнее да при помощи gd-plus это делалось довольно так интересно но при помощи сфаналов это делалось буквально в две строчки потому что я создал объект текстуры загрузил эту текстуру просто из байтового массива и в принципе отобразил эту картинку без проблем дальше у нас есть такое также можем использовать в нашем приложении звук например запущу это приложение если хотите работать со звуком есть ну то есть воспроизводить воспроизводить звук останавливать заново понятное дело можем что-то записывать воспроизводить без проблем опять же ну и все это дело работает несколько потоков то есть выстрелы например они происходят параллельно вот придающих подключить ну не важно так ну и собственно скоро да итак собственно как это делается делается в принципе это очень легко для начала создаются контейнеры просто для нашего допустим для трех аудиозаписей больших это для две музыкальных аудиозаписи и одна запись для записи звука собственно создаем контейнер и вот создаем контейнеры для небольших наших звуков после чего небольшие звуки подгружаем сразу же большие аудиофайлы подгружаем тогда когда они нам понадобятся и после чего как это все происходит допустим нам надо проиграть какой-то звук просто создаем новый канал и вызываем метод play все в принципе он уже проигрывается стоп пауз и так далее без проблем все делается в принципе вызовом какой-то одной функции все очень удобно в принципе если вам нужен в вашем мультимедийном приложении нужно использовать какой-то звук без проблем можно использовать прекрасно вот этот SML так ну и далее и далее Дэм уже показал вот сейчас она да уже для SML в принципе уже сейчас существует литература для этого хоть что-то библиотека довольно молодая так сказать но уже есть книга выпущенная самими разработчиками этой библиотеки вот такая книга на английском языке довольно толстая в которой мы можем посмотреть все полностью все об этой библиотеке научиться чему-то и так далее если мы хотим туториалы какие-то на форуме ну понятное дело вот здесь увидим если кому надо будет презентация будет доступна тут есть официальный сайт этого нашего нашей библиотеки в которой куча туториалов куча каких-то разнообразных есть форум конечно же на котором можно расширение для этого нашего приложения утилиты и так далее есть вот несколько таких вот ссылок на некоторое расширение тоже для этого например первые два это для расширения для создания расширения для создания интерфейсов на sqml и также расширение для создания для проигрывания видео то есть библиотека очень удобная позволяет нам разрабатывать приложение не прилагая особенно усилий каких-то осваивается она очень быстро даже для тех людей которые не особо опытные в программировании например как мы были в прошлом году да и сейчас в принципе поэтому вот такие дела вот такая у нас библиотека в общем все а сколько ей лет в библиотеке она 2006 года что говорит общественность использует в принципе да еще есть такая кстати забыл упомянуть есть такая тенденция придумать взять какую-то библиотеку для стандартной 2D библиотеки в ходе вписать в кастанство имен нет нету смысла просто я показывал для того чтобы видно было что это именно объект этого самого нашего нашей библиотеки так так исправлен конечно вот и два еще вопросы нет всего спасибо Первые 10 минут. Будем продолжать. Второй докладчик Вячеслав Федорец, тоже наш студент. Здравствуйте. Ну что ж, начнем с того, что вот мои данные. Если вдруг кому-то будут какие-то вопросы по поводу доклада, либо какие-то реализации интересные будут, может быть, кто-то из дизайнеров захочет посотрудничать в чем? Скажем так, у меня есть друзья-программисты, которые тоже были бы с удовольствием посотрудничать. Скажем так, ну что ж, перейдем к слайду. Что же такое Юнити? Юнити это трехмерный игровой движок. Что он нам позволяет реализовать? Как видите на слайдах, на слайде на данном. Как видите на слайдах, вы видите реальные картинки, которые реализованы на данном движке. Как видите, в данном движке реализованы такие технологии, как кейли, длинки, в принципе, и все это делается в принципе в два куба. Как видите, на Юнити это не только, скажем так, трехмерный игровой движок, он позволяет реализовывать также и 2D-игры. То есть опять же, все зависит от человека, который пишет игру. Перейдем к следующему слайду. В чем же заключаются плюсы Юнити? Предыдущий докладчик говорил о том, что есть библиотека, которая будет поддерживать какие-либо платформы. Юнити на данный момент уже поддерживает, скажем так, вышеперечисленные платформы. И позволяет код, написанный на одном языке, компилировать под различные платформы. Ну, конечно же, вам понадобятся какие-то пакеты SDK, устанавливать на свой компьютер. Ну, в принципе, в принципе, настроенный компьютер под, скажем так, различные платформы позволит вам одну игру, написанную на одну платформу, два клика скомпилировать под другую платформу. Перейдем к следующему слайду. Следующий плюс – это всеятость. Скажем так, Юнити может работать с большинством программ, которые используются для трехмерного моделирования. Это Autodesk, Maya, Max и Notebox. Также Blender. Также работает с большинством растровых изображений и воспринимает такие звуковые файлы, как MP3 и Valve. Скажем так, что касается игр. Конечно же, похвастаться сверхкрутыми проекторами АА-класса Юнити не может. Ну, видимо, потому что крутые проекты разрабатываются на, скажем так, очень дорогих движках, скажем так, для того, чтобы… Но, как видите, качество графики игр, которые разрабатываются на них, довольно хорошее. Просто где-то в чем-то все-таки Юнити больше нацелен на мобильный сегмент. То есть больше игр все-таки разрабатываются в мобильном сегменте. Как видите, все три игры – это игры из мобильного сегмента. Это Dead Trigger, Shadowgun. Кстати, Shadowgun – одна из известных игр на Андроиде и считается одной из, скажем так, крутой, крутой графикой. Перейдем к следующему слайду. Что же надо знать и уметь для того, чтобы начать разрабатывать игры на Юнити? Значит, Юнити понимает три языка – C-Sharp, JavaScript и Bohm. Значит, C-Sharp, конечно же, все это знают, поддерживается технологией .NET 2.0. JavaScript – это не тот JavaScript, который все привыкли видеть, скажем так, в браузерах, при написании веб-сайтов. Это, скажем так, более оптимизированный JavaScript. Он оптимизирован для объектного программирования. Значит, следующее. Базовое знание редакторов ростовой графики. Если вы знаете GIMP, если вы знаете Photoshop, можете в нем рисовать. В принципе, этого вполне хватит. Базовое знание полигонального моделирования и текстурирования. Конечно, тут есть определенный вопрос. Скажем так, есть различные методы моделирования. Естественно, где-то есть курсы, где-то есть что-то. В принципе, вы можете посмотреть пару уроков на том же Ютубе и смоделить небольшую, скажем так, несложную модельку. Для Unity, в принципе, будет это Blender, Max или Maya. В принципе, разницы большой нет. Ну, и, естественно, наличие этих программ, установленных на вашем компьютере, либо на компьютере Дуба, который вам будет либо писать в код, либо рисовать. Перейдем дальше. Ну, скажем так, это основные вопросы, которые мы рассмотрим сегодня. Перейдем дальше. Давайте взглянем. Значит, основной вкус Юнити по сравнению с графическими библиотеками, и OpenGL, и любыми графическими движками типа HGE, является наличие готового трехмерного, готового редактора, в котором вы сможете, скажем так, не только программно, как показывал человек передо мной, добавлять объекты. Вы можете эти объекты добавлять непосредственно с помощью мышки, скажем так, загружая их. Давайте взглянем на еще один момент, который я хотел бы показать, что касается Юнити. Разработчики Юнити расщедрились, и непосредственно при установке самого пакета включили. Как видите, это готовая игра. Скажем так, конечно, на экране нельзя оценить все качества графики, скажем так, но, в принципе, можно примерно увидеть, что она себе представляет. Давайте запустим ее. Опять же, большой плюс Юнити, то, что нет необходимости компилировать игру, для того, чтобы проверить, как она работает. И последний раз у нас у нас в ретанторе мы можем допустить сигнал. Отлично выглядит. Давайте рассмотрим интерфейс Юнити поближе. Значит, вот окно иерархии. Конечно, не видно сильно, что там написано, но, скажем так, для чего необходимо это окно? Это окно необходимо для того, чтобы видеть объекты, которые находятся в сцене на данный момент. Если мы запустим симуляцию игры, то вы увидите, что сразу объекта стало больше. Это означает то, что в данном случае мы видим 100 объекты, и еще 2 различные объекты. Мы можем контролировать, что нужно это выбирать, и видим, где окно находится на данном месте. Что очень удобно при проверке игры? Значит, есть окно Project. Значит, в этом окне вы увидите файловую систему своего проекта, все папки, файлы, которые включены в данный проект. Очень удобное окно, позволяет быстро искать какие-либо компоненты и взаимодействовать вместе с ними. Есть окно инспектора. Очень важное окно. Советую сразу же с ним разобраться. Это окно позволяет, как видите, ну вот давайте выделим объект player, зайдем внутрь, что-то более сложное. Окно инспектора. Значит, в окне инспектора мы полностью видим расшифровку нашего объекта. и компоненты, которые к нему прикреплены. Сразу говорю, что объект в Unity, как правило, содержит только компонент transform, который описывает его координаты в пространстве, положение и увеличение относительно систем Unity. Значит, в этом окне инспектор. Вы видите сразу же этот компонент transform, основной компонент. Если наш объект будет иметь только компонент transform, на экране он отображаться, в игровом экране он отображаться не будет. Дальше вы видите компонент audio source, ну и, скажем так, его атрибуты. Это то, что касается окна инспектора. Значит, окно game. Окно game я вывел для себя его сразу же на экран, чтобы было видно, куда смотрит камера. То есть непосредственно видеть саму игру. Это иногда бывает очень важно, потому что позиционировать объекты очень тяжело. Давайте загрузим подготовленные сцены. Что на данной сцене? Сейчас я вам покажу пример создания объектов. Это естественный вопрос, наверное, который возникнет у любого человека при создании игры. Как же создавать объекты? Создавать объекты можно несколькими способами. Давайте я разверну это на весь экран. То есть по нажатию кнопки пробел объекты уничтожаются в сцене, по отжатию кнопки они создаются. Значит, как же можно создавать объекты в Unity? Объекты в Unity можно создавать несколькими способами. Значит, первый способ это естественный интерфейсный. То есть вы заходите в меню GameObject, нажимаете Create и создаете любой нужный вам объект. Как видите, он появился в сцеле. Значит, второй метод это... Второй метод это программный. То есть вот, скажем так, кусок кода, который отвечает за создание объекта. Как видите, кусок кода немаленький. Потому для создания объектов я предлагаю, скажем так, более оптимальный метод. Это использование метода InstantNate, который позволяет копировать объекты либо из заготовок, которые вы создаете сами, либо копируя объекты, которые уже есть в сцене. Вот то, что касается создания объектов. Давайте перейдем к следующей сцене. Значит, естественно, если мы создаем объекты, нам хотелось бы их двигать. Есть различные методы движения в Unity. Один из вариантов, скажем так, опять же, в Unity есть встроенный физический движок. Его тоже можно использовать. Желтый кубик, который подпрыгивает на экране, это как раз использование физического движка, встроенного в Unity. Давайте взглянем на код. Как видите, код довольно маленький, а физика полностью отрабатывает, скажем так, вне симуляции. Теперь давайте посмотрим на объект, на движение. Естественно, в Unity, так как это трехмерная игровая редакция, есть такое понятие, как локальные и глобальные оси, движение и так далее. Давайте посмотрим, как же, например, сделать так, чтобы, как видите, есть зеленый и синий квадратики. Как их заставить двигаться? Вот мы по иерархии открываем наш этот проект и добавляем нашему зеленому квадрату, добавляем компонент, который называется... На чем хочу остановиться? В чем еще одно довольно-таки хорошее удобство в Unity? То, что... Глянем давайте на код этого компонента. Как видите, я объявляю поля класса. Поля, объявленные с помощью паблик, сразу же появятся у нас в инспекторе. То есть мы сразу же сможем с ними взаимодействовать. Как видите, вот если сравнить... Значит, паблик геймобжект. Сразу же в инспекторе появилось поле с таким же типом. Значит, что мы можем делать с этим полем? Например, я хочу, чтобы зеленый квадратик вращался вокруг белого. Я беру, выбираю этот белый квадрат и бросаю на это поле. Все, с этого момента... Как видите, голубой-синий квадратик начинает двигаться вокруг белого. Значит, теперь можно сделать еще один момент. Это по поводу глобальных и локальных осей, что все это здесь присутствует. Давайте добавим тот же скрипт, который мы использовали до этого. Вот так, к нашему второму квадрату. Опять же бросим вокруг чего ему вращаться. И запустим. Как видите, один и тот же скрипт отрабатывает на двух объектах, и они все равно так двигаются друг вокруг друга. Перейдем к следующей сцене. Значит, что касается взаимодействия объектов. Естественно, после того, как мы начали двигать объекты, нам хочется, чтобы эти объекты в сцене взаимодействовали. Для того, чтобы объекты в сцене взаимодействовали, им надо добавить такой компонент, как коллайдер. Значит, давайте... Слайд. Значит, как видите, количество коллайдеров в Unity довольно огромное. Для чего это необходимо? Естественно, что создавая высокополигональный объект, например, человеческую фигуру, вы, конечно, можете прикрепить к ней коллайдер в такой же форме. Но для любого компьютера это будет очень тяжело. То есть отрабатывать высокополигональные коллайдеры довольно тяжело. Потому Unity предлагает набор своих коллайдеров. Например, для игры от первого лица, либо от третьего лица вам вполне подойдет капсуль коллайдер. То есть к своему объекту, человеческой фигуре, которую вы будете двигать, вы прикрепляете капсуль коллайдер, и он позволяет вам взаимодействовать с внешним миром. Давайте вернемся непосредственно в Unity и посмотрим, как это выглядит. Конечно, она очень простая. Запускаем симуляцию. И, как видите, вот, например, наш кубик входит внутрь сферы. Естественно, его состояние сразу же отображается внизу в текстовом поле. Вернемся к коду и сделаем... Камеру по углу. Чтобы увидеть, что лица не расходит. А, хорошо. Надо обратиться, как видите, к компоненту камера. Как видите, есть манипуляторы, которые позволяют поднять и повернуть камеру. Высоко подняли. Видите, не всегда, конечно, довольно удобно. Учитывая то, что мы поменяли угол, то, в принципе, понятно, что он входит. На следующем, скажем так, сейчас я уберу одну галочку, и будет понятно, что он будет сталкиваться. Скажем так, вот, мы обращаемся к сфере. Значит, у коллайдеров есть два, скажем так, положения. Как видите, есть такое поле, булевое, это истригер. Если мы уберем галочку, наш коллайдер перестанет быть триггером. Что такое триггер? То есть, как вы видели, это зона взаимодействия. То есть, наш объект перестает быть физическим объектом, и внутрь него становится в зоне взаимодействия. То есть, это похоже, например, когда вы подходите к супермаркету, и перед вами открываются двери. То есть, такую же реализацию вы можете сделать в игре. То есть, вы подходите к определенному объекту, он либо начинает двигаться в сторону, либо начинает говорить с вами, и так далее. Запускаем симуляцию. То есть, теперь мы сказали, что наш объект физический. Как видите, квадратик уже не... То есть, наш кубик не проникает внутрь объекта. То есть, они начинают взаимодействовать. Значит, единственная оговорка, что необходимо для взаимодействия, это... Я вам покажу, что у нашего куба должен быть компонент RedidBody, который именно и отвечает за физическое взаимодействие. То есть, с помощью этого компонента мы можем прицепить к нашему объекту какие-либо физические свойства. То есть, это масса, скажем так, внутрение, ну и так далее. То есть, использование гравитации, как видите, у нас здесь отключено, потому мой кубик и не падает. Давайте вернемся к нашим слайдам. Естественно, когда мы пишем код, все программисты знают, что его надо проверять. То есть, как проверять код в Unity? Естественно, так как мы работаем непосредственно в редакторе Unity, у нас среда для разработки запускается отдельно. Это либо MonoDevelop, либо по вашему желанию вы можете назначить Visual Studio. Но, скажем так, для отработки ошибок есть статический класс Debar. И его методы Log, LogWarning, LogEvent. То есть, с помощью этих методов вы сможете в интерфейс Unity, в редакторе, как видите, есть окошко консоль, куда и будут отображаться ваши сообщения. То есть, в случае каких-либо запланированных, либо незапланированных действий, вы сможете сюда отсылать сообщения и потом их отслеживать. Давайте вернемся к нашей презентации. Как же работает структура Unity? И как же вы будете создавать свои иглы? Значит, естественно, в Unity игра строится с помощью сцен. То есть, вы создаете сцену, создаете в ней объекты. Каждый ваш объект, если вы хотите, чтобы он стал умным, и написать ему искусственный интеллект, вы будете к нему прикрепить скрипт на любом из языков. Что стандартным будет, это то, что все объекты, к которым вы прикрепите скрипт, в скрипте будут сразу же созданы два основных метода. Это Start и Update. Start метод вызывается единожды при создании объекта. Метод Update вызывается каждый раз перед отрисовкой кадра. То есть, на то, как отрисовывается кадр, что отрисовывается в кадре, вы, скажем так, этим заниматься не будете. Вы просто будете писать логику. То есть, как видите, схема проста. Вызываются методы Start, потом вызываются методы Update, отрисовывается кадр, и так по циклу начинается выполнение. Пока в одном из методов не будет сказано о том, что сцена закончена, и выполнение перейдет к следующей сцене. Вот, в принципе, структура. То есть, к этому, в принципе, насколько я сталкивался с графическими движками, в свое время я пробовал и HDE, в принципе, это стандартная схема. Единственное, что в других движках, для того, чтобы, например, если вы работаете с двухмерной игрой, то вы просто говорите, в какой последовательности отрисовывать объекты. В Unity, если вы создаете двухмерную игру, то вам надо просто эти объекты разместить в нужных слоях. Ну, скажем так, по оси Z. Как будет выглядеть игра на данном этапе? Будет она выглядеть... Я вам покажу непосредственно уже готовый, скомпилированный. Выглядит она вот так. То есть, это кубики, это квадратики, это отработка движений, но не все так красиво, как хотелось бы. Естественно, хочется, чтобы это все было покрасивее. Красивее. А что было? То есть, в чем смысл? В чем смысл? Есть игра реверси. Вот по этим правилам, ну, скажем так, я в конце покажу уже готовую игру и расскажу про смысл реализации. Теперь, конечно же, о красоте. Естественно, что играть квадратиками, кружками и кубиками не очень интересно. Нам хочется это все, чтобы это было красиво, чтобы людей были человечки, как показывал парень в первом примере, чтобы это было оформлено, красиво. И так далее. Перейдем к вопросам. Что же можно делать непосредственно в редакторе и юморах? Давайте. Перейдем в редактор. Создадим новую сцену. Как видите, у нас пустое окно, основная камера и больше ничего. Можно добавить компоненты различные. Мы добавим основной компонент terrain. Чем плюс этого компонента? Это единственный компонент, который можно раскрашивать непосредственно в самом юните. Сейчас я вам покажу, как это сделать. То есть вот мы нажали на кисточку и добавляем текстуры. Так, а вот текстуры у нас нет. Значит, мы сейчас добавим пакет. Те компоненты, которые я добавляю, они доступны в бесплатной версии. Вы сейчас работаете в бесплатной или в бесплатной версии? Запускаем только 30-ти дневной. Сейчас я убью еще текстуру, давно она не показала. Вот, как видите, сразу наложилась текстура. Мы можем добавить еще одну текстуру, например, напоминающую скалы. Опять же ее увеличить, дабы она не была очень мелкой. И начинаем рисовать. Как видите, сразу разрисовывается лин. Что мы можем еще сделать с Тирейном? Мы можем взять и добавить лин. То есть непосредственно в самом редакторе вы можете создать землю, по которой входит ваш персад. Вот, как видите, здесь. Вот мы сейчас поднимем камеру. Ну, видно, внизу. Швейдер. Все в темном цвете. Почему? Потому что, естественно, надо добавить освещение. Опять же, вам не надо беспокоиться о том, какое это будет освещение. Вы просто добавляете источник. Говорюсь лишь о том, что в бесплатной версии только источник DirectLight может отрабатывать тень. То есть вот мы добавили освещение. Вот, в принципе, основное то, что можно создать непосредственно в редакторе. Опять же, объект Тирейн это физический объект. Если вы добавите любой объект в сцену и скажете, что он физический, то земля станет опорой для этого. То есть проваливаться мимо объекта Тирейн он будет. Давайте теперь перейдем опять к нашей презентации. и поговорим о том, как же сделать так, чтобы наши объекты были красивыми. Все помнят школьный курс, когда нам рассказывали о том, что земной шар круглый. Для того, чтобы преобразовать его двухмерному виду, скажем так, преобразовать его на карту, то в принципе он должен выглядеть так. Скажем так, в разрезах, с кучей швов и так далее. Вот, в принципе, та же самая ситуация и с текстурными координатами. Вы все помните, что когда нам рассказывали про карту, то говорили, что чем выше северному полюсу, тем больше искажений, если карта охватывает весь мир. То же самое происходит и с текстурными координатами. То есть вам надо подобрать что-то среднее. Либо больше швов, либо, скажем так, больше искажений. То есть, как это будет отображаться? Например, для отрисовки северного полюса у вас будет больше пикселей, чем для того, чтобы отрисовать его на ипаде. Объем. Ну, скажем так, справа вы увидите, как выглядит текстурная карта лошади для сравнения. То есть, опять же, это швы, это все остальное. Значит, давайте перейдем. Я, скажем так, единственное скажу, что создавать текстурные карты довольно сложно. Я вам покажу, как это сделать быстрее. Конечно, если среди вас есть дизайнеры, они скажут, что это плохо и так делать нельзя. Но для программиста это, в принципе, выход. Вот, смотрите, то есть, когда-то мной давным-давно была нарисована такая голова бакона. Как видите, все не так красиво. Но что такое текстурная карта? Как видите, вот есть его текстура. Сейчас, на данный момент, у этого объекта карта выглядит вот так. Почему? Потому что создавался он из кубика. И, естественно, если на вот это безобразие наложить какую-то красивую картину, то мы получим кучу искажений и не сможем работать дальше с этой моделью. Что можно сделать? Самый простой вариант. Заходим в меню Create. Кстати, это редактор Autodesk Maya. Заходим в меню Create и нажимаем Automatic Mapping. Видите, все стало более наглядно, более понятно. То есть, были наложены проекции и была создана текстурная карта. То есть, как видите, сбоку, сверху, снизу. Естественно, это нехорошо, но это позволит нам работать, скажем так, с данной моделью в следующем редакторе, который я вам сейчас покажу. А следующий редактор называется Autodesk Mockbox. Вот, что можно сделать в этом редакторе с той головой, что я вам только что показывал. Значит, что позволяет делать этот редактор? Значит, этот редактор позволяет вам увеличить детализацию модели и работать с ней непосредственно с помощью уже не полигонов и вертексов, а непосредственно с помощью кистей. видите, все намного сложнее, чуть-чуть, но... Значит, теперь, что можно еще сказать по поводу детализации объектов? Естественно, голова, которую вы видите, не очень подходит для игр, потому что она очень детализирована, но на ней еще наложены определенные карты, которые позволяют вставить, вставить, вставить. Значит, у этой модели присутствуют три карты. В принципе, те же самые карты, текстуры, вы можете использовать и в Unity. То есть, создав, раскрасивая модель в Autodesk Modbox, вы можете эти карты перенести и использовать их непосредственно в Unity. Значит, карта цвета отвечает за просветку модели, карта Specular отвечает за подсвечивание бликов, и самая интересная карта. То есть, как видите, модель очень детализирована, то есть, есть чешуйки и так далее. Если это сделать непосредственно с помощью моделирования, это будет очень тяжело и, в принципе, даже мощный компьютер ляжет под такой модели. А вот как выглядит, скажем так, наша модель без карты BAM или Normal Map. То есть, наложив карту Normal Map, мы можем детализировать нашу модель. Создается эта карта, скажем так, очень долго, потому я показывать не буду, но принцип такой, вы загружаете модель в редактор, увеличиваете детализацию полигонов, создаете более детализированную модель, потом метод Modbox есть метод, который позволяет сравнивать две модели и на базе этого создавать, скажем так, карту рельефа. Давайте вернемся в редактор Unity и переключимся на нашу четвертую сцену. Вот здесь, в этой сцене я вам покажу, как выглядят модели с добавлением различных карт текстур. В Unity есть огромное количество шейдеров, также эти шейдеры вы можете писать сами. Но основные шейдеры, которые есть в Unity, и вы, естественно, можете их подобрать и под себя. То есть есть и мобильные шейдеры, которые позволяют облегчить работу компьютера, но не дать такую же детализацию есть, скажем так, и более качественные шейдеры, например, Unity поддержит на данный момент DirectX 11. То есть вам доступна тисселяция и так далее. Значит, смотрите, на первой модели, на первом шарике наложена просто карта Diffuse, которая просто расцвечивает модель. На втором шаре наложена карта Diffuse и Normal Map, которая позволяет добавить, как видите, чуть-чуть рельефа. На третьем шаре добавлено карта, добавлено еще такое свойство, как Speckler. Как видите, после добавления бликов с помощью Speckler на шаре вообще приобретает такое трехмерное отображение, хотя если посмотреть на просвет на солнце, то вы увидите, что по-настоящему все-таки этого рельефа нет. То есть это то же самое вы можете заметить и в любых, скажем так, играх. То есть когда вы смотрите напрямую на объект, вы видите рельеф, когда же вы смотрите на просвет, то этого рельефа нет. То есть как правило в играх для облегчения детализации модели как раз и используются карты Normal. ну и так же как видите, я загрузил голову динозавра или дракона для того, чтобы вы видели, что те модели, которые вы создаете в трехмерных редакторах, с легкостью воспринимаются Unity и без проблем воспринимаются карты, которые вы рисуете. модели из других программ, а не нужно никакого упаковщика, чтобы архиватор был? Начал формат. Вопрос по существу. Файлы формата MB и MA, которые формируются скажем так в MAI и являются ее родным форматом, без проблем воспринимаются Unity. Точно так же и с форматом, который создает 3D Max. Но я советую использовать для импорта моделей из редактора форматы в BX. Это универсальный формат, никакого дополнительного компонента устанавливать в Max либо в MAI не надо. То есть вы просто выбираете в меню файл export all, выбираете формат FBX и без проблем конвертируете модель в этот формат. Unity его воспримет как свой в принципе родной. То есть она его разрежет, посмотрит что внутри. С помощью этого формата в принципе вы можете даже перегонять анимацию, которую вы будете создавать в MAI либо в Matbox. Опять же, Unity умеет работать с анимацией. Сейчас дальше об этом посмотрим. Что по поводу анимации? Непосредственно я использовал анимацию с помощью такого плагина как PowerHandle, который встроен в MAI это скелетная анимация и ту же скелетную анимацию в принципе поддерживает Unity. То есть созданная скелетная анимация в редакторе либо Max, либо Maya с легкостью переносится в Unity. Давайте посмотрим как это работает и как это сделать. я покажу как убрать некую хорошую вещь в MAI то есть в MAI есть готовые примеры и мы их можем использовать. Давайте для интереса например загрузим модельку баскетболиста. Вот как она выглядит. Включим подкрашивание. Как видите сейчас модель находится в Т-позе. Эта поза основная которая используется для анимации. То есть как правило любой объект который вы будете рисовать желательно сразу рисовать в такой позе. Почему? Потому что ее тогда легче будет прикрепить на скелет. Как это сделать? Добавим еще один пример. Опять же в MAI есть готовая нарезка так называемого макапа. или захвата движений. Давайте чтобы наш баскетболист например поупражнялся. Вот как видите мы добавили второй объект он уже стоит в определенной позе. Теперь мы зайдем и откроем окно анимации фимон как видите на данный момент у нас в качестве целевого персонажа мы должны выбрать нашего баскетболиста вот я его выбрал значит ресурсом для него мы должны выбрать как раз тот объект который мы добавили этого безликого существа все мы добавили как видите наш баскетболист сразу прицепился и начал повторять действие значит сейчас я добавлю количество кадров необходимое для анимации то есть как видите наш баскетболист начал двигаться взаимодействовать с тем объемом стал каратистом и компилировался значит на данный момент наш баскетболист просто повторяет действие этого скелета если мы удалим скажем так исходник он опять вернется в предыдущую позу что надо сделать надо взять и запечь его анимацию скелет то есть сейчас происходит запекание как видите появились контрольные точки теперь мы можем зайти в окно и удалить исходник теперь нам ничто не мешает рассмотреть это все подлинно давайте скажем так более медленно покажу все классно красиво и быстро это когда у вас есть готовый макап как правило такой роскоши не бывает хотя вы можете взять нарезать все что угодно то есть например найти макап в котором человек будет кувыркаться бегать прыгать и сделать нарез необходимый опять же куча уроков не так долго в этом разобраться например в том что я вам только что показал это в принципе 15 минут смотрите урок и получаете тот же самый что же делать когда нету скажем так у нас готового макапа опять добавим новый объект так чтобы нам было интересно добавим следующий пример теперь в исходнике надо выбрать уже не скелет скажем так макапа а контролли после того как мы выбрали на нашем скелете сформируются специальные контрольные кривые с помощью которых мы можем анимировать нашего персонажа теперь я могу подвигать ручками так согнуть ручку вся анимация строится на ключевых позах то есть например давайте сохраним все то есть мы сохранили позу потом поднимаем руку сдвигаем наш кадр точнее наоборот сначала сдвигаем кадр поднимаем руку выделяем сохраняем сдвигаем еще на пару кадров опять поднимаем руку сохраняем сжигаем еще на пару кадров то есть как видите это все с помощью и опять же сохраняем теперь запускаем это все как видите наш Персонаж начал двигаться. Опять же, вот по поводу импорта. Для того, чтобы импортировать, нажимаем экспорт. Сейчас, две секунды. Выбираем формат LVX и импортируем. И вся анимация полностью, скажем так, сохранится в данном камне. Вопрос? Вы загрузили этого желтого слуяного человечка. Он уже был с этими контрольными точками? Значит, у него уже был создан скелет. Вот видите, есть окно definition, которое позволяет задавать скелет. Ну, как задавать? Например, вы нашли готовый объект, готового человека со скелетом, непосредственно где-то на просторах интернета. Вы его загружаете в мае, и с помощью таких манипуляций здесь есть assign select bone. То есть, вы выбираете кость вашего скелета, который на данном объекте, и говорите о том, что эта кость соответствует этой кости. То есть, это позволит вам анимировать человеческие фигуры. Ну, скажем так, в основном, ну, либо не только человеческие. И, опять же, быстро обращаться к данным костямам. Как видите, есть окошко, в котором непосредственно сразу можно выбирать манипуляторы. То есть, не выбирать их непосредственно в окне, а выбирать их непосредственно в окошке, скажем так, этого плагина. Давайте вернемся. Посмотрим на пример с анимацией камеры, все-таки использовать анимацию непосредственно в Unity. Значит, вот объект G1, который как раз и есть тот объект, который я импортировал в свое время с Autodesk Maya непосредственно в Unity. Как видите, он сразу же разделился на мешик, который, скажем так, самого объекта, а также ту анимацию, которая у него есть. Сразу, ну, непосредственно после импорта объекта в окне инспектора вы увидите, скажем так, вот такую ситуацию. То есть, что здесь надо будет сделать? Здесь надо будет выбрать меню Rig, выбрать, что у нас гуманоид, то есть человекоподобная фигура, и выбрать то, что аватар будет создан непосредственно из этой модели. И потом его сконфигурировать. Опять же, это будет очень похоже на то же окно. То есть, опять же, надо будет посмотреть, чтобы все кости соответствовали загруженному в Unity скелету. После того, как у вас вся фигура станет зеленой, вы сможете его анимировать. То есть, мы нажимаем дан, сохраняем, то есть у нас все соответствует. Переходим в окно анимации. Так как я говорил, всю анимацию вашего героя можете запихнуть в один файл. То есть, сделать так, что он в этом файле будет бегать, прыгать, кувыркаться, двигаться влево-вправо. И у вас получится одна общая анимация. То есть, если это запустить, то выглядит это вот так. То есть, вот наш герой сидит, потом он встает. То есть, как видите, вся анимация в одном файле. Что теперь надо будет сделать? Теперь надо будет ее нарезать. То есть, мы выбираем, создаем с помощью плюс, создаем еще одну, скажем так, анимацию и начинаем ее нарезать. В чем наша задача? Видите, у меня анимация уже нарезана. Я покажу, на что надо обратить внимание. Как видите, есть зеленые точки. Это означает, что так как любая анимация в игре, она циклическая. То есть, если наш человек бежит, то нам не надо анимировать весь его путь бега. Нам надо сделать просто пару шагов и зациклить их. То есть, вот эти зеленые точки как раз и означают то, что первая поза нашего героя и последняя поза данной анимации совпадает. То есть, за этим надо следить. Почему? Потому что, если ваши позы не будут совпадать, то будут рывки в анимации, а также ваш объект может сдвигаться по одной из осей. И в итоге вы не получите четкого управления вашим объектом. Что касается, после того, как вы нарезали анимацию... Вот мы вернули, значит... Чтобы контролировать наш скрипт и прописать, как же будут меняться анимации в игре, нам надо создать аниматор контроллера. Вот так выглядит редактор анимации в Unity. Что здесь основное? Мы создаем наши анимации. Если мы сделали раскадровку анимации сидеть и раскадровку анимации стоять, мы должны также прописать переходы между ними. То есть, когда, например, ваш игрок двигается, меняется его статус, что он останавливается, чтобы это не было похоже на просто он двигался с раздвинутыми ногами, и они просто в этом же кадре стали вместе. То есть, мы должны создать переходы. Переходы создаются с помощью параметра. То есть, мы создаем, по какому параметру эти переходы будут меняться. А также, кинув наши, скажем так, клипы анимации на полотно, мы можем создать переходы. Создаются они с помощью Make Transition. Создав переход, мы... Я увеличу это окошко. Как видите, вот здесь прописан наш параметр статус, и написано точно. Если статус равен нулю, тогда происходит изменение анимации. Если сейчас запустить, например, анимацию, Скажем так, как вы видите, анимация меняется плавно. То есть, на данный момент здесь реализовано что? Здесь по таймеру наш игрок встает, и по таймеру садится. То есть, происходит переход состояния. Давайте взглянем на скрипт, который управляет анимацией. То есть, как видите, мы просто... Значит, изначально в скрипте мы создаем закрытое поле аниматор, и потом этому аниматору с помощью метода setInteger в поле статус записываем либо единицу, либо ноль. И в связи с этим происходит изменение нашей анимации. Значит, что касается добавления звука в вашу игру. Значит, Unity изначально понимает 2D-звуки и 3D-звуки. В чем отличие? 2D-звук играет с постоянной громкостью, 3D-звук играет с переменной громкостью в зависимости от приближения к объекту. Значит, как видите, у источника звука в Unity довольно много полей. Со всеми мы сейчас не разберемся, но одно интересное поле я вам расскажу, чтобы у вас не было с ним проблем. В данной сцене добавлен 3D-звук к объекту, которому вы видите на экране, и с помощью управления, приближаясь к объекту, мы должны услышать... Если я отдаляюсь от звука, громкость падает. Если я приближаюсь к объекту, громкость добавляется. Точно то же самое происходит, если я прохожу на спец объект и двигаюсь дальше. Огрево вправо, стерег. Эффект работает. Единственное, честно говоря, я здесь не на спу. То же самое происходит, если влево вправо. То есть по колонкам он распределяется. Проверено дома на домашнем кинотеатре 5.1. Что же необходимо для того, чтобы реализовать звук? Вы видите, к нашему объекту, который находится в центре сцены, добавлен компонент Audio Source. Его поле Audio Clip отвечает именно, какой же звук будет играть. То есть мы выбираем, выбираем, он загружается. Есть один момент, на котором я все время ломал голову. Почему? Все вы знаете, наверное, есть в физике такое понятие, как эффект доппера. То есть в зависимости от того, если объект быстро к вам приближается, то звук должен играть более на высоких тонах. Если звук от вас отдаляется, более тяжелый, ну скажем так, более тяжелый тон. Ну я, честно говоря, не знаю. Я еще не встречал таких игр, в которых объекты двигались настолько быстро. Но вот когда я в первый раз запустил данную сцену, то почему-то, когда я начал медленно двигаться к объекту, громкость звука начала меняться, и начали появляться небольшие артефакты, ну скажем так, в звучании. Потому что я данный эффект, эпидемий эффект доппера, вот он, я его убрал. Ну в принципе, можно посмотреть, как это выглядит, запустив еще раз. То есть сразу скажу, надо быть к этому внимательным. Меню конечных настроек проекта. Естественно, так как мы больше всего действия выполняем непосредственно в графическом интерфейсе Unity, то естественно здесь и предусмотрено то, что прикрепление, как видите, иконок, прикрепление курсора в игре, различные настройки приличные, то есть, например, в каком разрешении и как будет запускаться проект непосредственно на различных платформах, вы можете сделать непосредственно в этом меню. То есть, опять же, как оно выглядит. То есть, вот оно. То есть, как видите, здесь перечислены платформы, то есть вы вручную переключаетесь между платформой и темпелируете игру. Открыв окно Player Settings. Оно очень долго открывается. Вернемся к слайдам. Пример игры, как я и обещал, что делал я в свое время сам. Естественно, все от моделей до, скажем так, было сделано мной, поэтому не судите с трудом, не так все красиво. То есть, как видите, реализовано меню непосредственно в самой сцене, то есть я не делал отдельные сцены для меню, скажем так, и для окончания игры. Значит, смысл игры заключается в том, что надо закрасить поле своими квадратиками. А, они становятся и дальше? Да. То есть вот так вот выглядит этот инструмент. Скажу так, что эта игра была создана примерно за 3 недели. С учетом того, что делал я ее по вечерам. Как видите, компьютер быстрее и шустрее меня реагирует на изменение обстановки. Как видите, реализовано то, что с одной стороны трибуны, которые болели за меня, не плачут, а те, которые не потанцуют. То есть опять же все делалось с помощью техографических редакторов, которые я вам показал. Опять же, игра зациклена, то есть мы возвращаемся в меню. Опять же, можно нажать «Help», переместиться вниз. Можно нажать «Обратно» и переместиться вверх. Ну и, естественно, выйти из игры. Что касается мобильной разработки, тоже было создано начальный вид одного приложения. Это по поводу того, что, в принципе, можно реализовывать игры по платформе «Другие». Вот на данный момент Unity опрашивает акселометр или же сенсор в телефоне. То есть я покажу. То есть наклон телефона соответствует тому, что игрок катится в одну сторону, либо в другую. Это же плоские. Да, да. Значит, принцип тот же самый. То есть вы создаете плоскость, на нее накладываете тип струны. Значит, здесь также реализован физический движок. То есть вот нажимая на кнопку, я подпрыгиваю. Значит, опять же остановлюсь на том, что реализовать управление в Unity не так сложно. Есть статический класс «Инкут», в котором он опрашивает и клавиатуру, он опрашивает и экран, а также позволяет опрашивать в центр телефона. Нужно вам снищить. Ну вот, в принципе, на этом мой доклад закончен. Я думаю, это будет не совсем не думаю. То есть вы имеете в виду векторную графику в качестве скажем так. Я сталкивался только с разными графиками. То есть непосредственно сказать, что поддерживает векторную графику, я не скажу. То есть я с ними не сталкивался. То есть, как правило, единственное, что скажу, при создании двухмерной игры, с чем я столкнулся? Первое, это замыливание текстуры. То есть это удалось только побороть тем, что камеру надо разместить в нужном месте, дабы, скажем так, точка на текстуре соответствовала той же точке, скажем так, в Unity. То есть, насколько я понимаю, то есть, естественно, я проверял данный момент, опять же, скажу, в чем положительный момент Unity, что у него огромная комьюнити. То есть я не буду вам даже давать ссылки, где что можно посмотреть. Потому что только вбив строку поиска Unity, вы сразу же увидите кучу ссылок на статьи, на уроки по работе с Unity. То есть есть отдельные уроки по написанию скриптов, по созданию игр, а также по созданию моделей для непосредственно Unity. также Unity имеет огромный asset store, так называемый магазин. Там есть готовые реализации определенных моментов. Например, ту игру, которую я вам показал на телефоне, там использована анимация с помощью спрайта. То есть сам я данный скрипт не писал. То есть как это реализовано? То есть вы добавляете на объект полностью спрайт-шипт. То есть набор кадров. Да, набор кадров. Ну, скажем так, набор кадров в виде полной раскадровки на одном листе. Потом прикрепляете скрипт. В скрипте указываете, сколько рядов анимаций, сколько у вас, скажем так, строк анимаций. И потом вы говорите, какой ряд проигрывает. И получаете, скажем так, уже готовую анимацию. То есть Unity непосредственно сам разобьет текстуру на квадрат и будет анимировать. В чем еще один положительный момент? То, что на данный момент разработчики Unity обещают, скажем так, ну, так как я вам объяснил, это сторонние разработки. И под Unity этих разработок очень много. То есть и сетевые, скажем так, разработки, которые позволяют добавить сеть. И, скажем так, опять же, вот работа с 2D графикой. То есть есть спрайт-менеджеры различные. Есть различные вуи-интерфейсы. Что по поводу 2D игр? Значит, на данный момент уже вышла бета-версия Unity 4.3, в которой уже есть реализованный родной интерфейс для 2D игр. То есть, что очень облегчает работу. То есть там уже реализована физика. То есть есть физический движок непосредственно. То есть в этой игре, которая была на телефоне, использован трехмерный физический движок. Там уже есть готовый двухмерный физический движок. То есть и, естественно, набор инструментов для разработки 2D игроков. То есть обещают, что эта версия выйдет, официальный релиз будет, скажем так, в конце осени. Какие-то еще вопросы? Вы говорили, что неудобно создавать объект, я не помню, как его назвали, но герой вы помесили в капсульный коллайдер. Что создавать коллайдер по форме героя? Возможно. Возможно, но смотрите, для того, чтобы отработать физику, то есть если у вас, например, кубик, у него есть грани. То есть, естественно, с помощью формул отрабатывается соприкосновение. То есть чем больше эти грани, тем больше надо вызвать, скажем так, грубо создать цикл, который попросит все грани и просмотрит соприкосновение. То есть, естественно, это очень тяжело для компьютера. То есть то же самое, вы упрощаете. То есть, например, вы создаете высокополигональную модель, упрощаете ее, то есть делаете, ну, скажем так, есть инструмент Maya Debevel, который уменьшает количество полигонов. И этот меш уже закидываете в качестве коллайдера. То есть основой для коллайдера есть меш. То есть, ну, скажем так, объект, который вы только что использовали. То есть вы можете либо использовать другой меш, загрузить, то есть, например, квадрат, либо капсуль, либо что-то еще. Еще вопросы? Не видите? Конечно. О, тут очень тяжело сказать. На данный момент, скажем так, основные конкуренты, например, тот же CryEngine, например, говорит, то, что мы скоро добавим, скажем так, возможность компиляции компиляции игр, сделанных на CryEngine, на различные платформы. Но пока что они этого не сделали. Основные конкуренты, ну, например, Ого. Хотя он не имеет такую же мультиплатформенность и не имеет графического редактора встроенного. То есть вы непосредственно все будете прописывать в коде. Да? Когда вы показали структуру работы в Unity, там были сцены, три сцены, объекты, и вы сказали, что можно скрипт к объектам писать на любом языке. Что вы имеете в виду? Три языка. Перед этим был слайд, вот именно три языка. То есть JavaScript, C Sharp, BOOM. Но опять же, я говорю, например, скрипты написаны на C Sharp, игра спокойно скомпилируется и под Android. То есть не надо никаких... Единственное, что вам понадобится для этого, это Android SDK. То есть и указать Unity, в какой папке он лежит. Все. После этого, опять же, ну, скажем так, свой опыт расскажу. Когда я написал игру по взаимодействию с мышкой, то есть, ну, как вы видели, там, Гремлин, я нажимаю на квадрат, и он двигается к этому квадрату. Переместив, скажем так, сказав Unity, что скомпилирую это под Android. Я скомпилировал, запустил на телефоне, думал, сейчас мне придется писать огромный скрипт для того, чтобы нажимать на экран и получать взаимодействие. Нет. Метод, который я использовал, называется PanMouse Exit, который отслеживает положение мышки, и клик, ну, скажем так, и клик левой кнопки мыши. Был спокойно отработан в Android, как нажатие на экран. То есть, в принципе, Unity довольно манифицирован. Опять же, есть куча отсетов, есть куча пакетов, есть готовый, например, контроллер, который вы можете использовать. Этот контроллер в зависимости от платформы будет перестраиваться. То есть, либо вы управляете кнопками на клавиатуре, либо, если вы переключитесь под Android, вот, кстати, игра Angry Boss, которую я вам показывал в начале, если переключиться на Android, на экране появится, как все видели в играх на Android, скажем так, манипулятор под левый палец, под правый палец, перемещаете манипулятор, и вы будете управлять его. Еще вопросы? Обои, трех, какой-то внутренний язык. Ну, вот, по поводу, вот, честно не скажу. По поводу JavaScript, точно знаю, что, скажем так, на том же Хабрахабре писали, что реально это JavaScript, но оптимизированный для работы с объектами. То есть, это не простой JavaScript, а, скажем так, с некими добавками Unity. Хотя, был слух о том, что на каком-то этапе JavaScript может уйти, то есть, они не будут его поддерживать. Потому что они считают, что лучше более поддерживать C-Sharp, потому что, как бы, библиотека, значит, остановлюсь еще на том, что компиляция C-Sharp как раз проходит по библиотеке МОМа. Как вы знаете, библиотека соответствует спецификациям ДОТНЭП. То есть, вот, в принципе, потому они, ну, переходят на библиотеку C-Sharp. Еще вопросы? Все, спасибо. Одно только добавление. В прошлый раз, после доклада Саши по C-Sharp 11, спрашивали про презентацию, примеры, которые показывал Саша. Выложил на сайт, который заходите, забирайте. Вместе с прекрасными фотками вас такими. Все, спасибо. До следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...